Всем привет! Сегодня мы будем печь хлеб с северный с изюмом. Процесс у нас начинается с изготовления заварки. Здесь у меня ржаная мука, ржаной солод и тмин. Заливаем 140 грамм кипятка. Все это перемешиваем и выдерживаем при температуре 64-65 градусов. Не менее двух часов. Называется сама сахаримая заварка. После того, как она 2 часа простоит при температуре 64-65 градусов, она будет иметь сладковатый вкус. Пройдет 2 часа, она будет выглядеть вот так. Мы начинаем делать тесто. Первый этап это аутолис. Берем заварку, воду, закваску. Закваска у нас пшеничная, покормленная утром. Отправляем ее в дежу. Как проверить, что закваска у вас готова? Она должна плавать в водичке. То есть на поверхности она прекрасно плавает. Отправляем в дежу муку. И все перемешиваем до однородного состояния. Клейковину мы пока что не развиваем. Нам нужно, чтобы набух белок. Аутолис у нас проходит от 30 минут и может до 12 часов. Но тогда в холодильнике и без закваски. То есть у нас будет быстрый аутолис. Вот смешали мы до однородности все ингредиенты. Больше нам не надо. Занимает это в машине примерно где-то минуту-две. После чего мы даем ему отдохнуть 30-40 минут. Теперь наше тесто имеет уже какую-то клейковину. То есть теперь оно тянется. И мы можем продолжать замес. Добавляем последний ингредиент. Это соль. Значит, мы перекладываем тесто на брожение при температуре 23-24 градуса в течение 3 часов. Так оно выглядит первоначально. Северный хлеб. Он относится к ржанопшеничным хлебам. Но, по сути говоря, ведет он себя как пшеничный хлеб. То есть там больше содержания пшеничной муки, 70%. А вся ржаная мука, она уходит в заварку. Чем хорош этот хлеб? Заварка проходит в период осахаривания процесс, где сахара распадаются на более приемлемые для нашего организма. Они будут переходить в химию. Мне говорят, что это очень сложно все. И наш организм его уже лучше усваивает. То есть в хлебе нет вообще, в принципе, сахара в чистом виде. Поэтому хлеб хорошо усваивается. Изюм придает свой аромат. Ну, хлеб у нас в основном этот любят очень дети. Очень уважают его. А так нужно пробовать, чтобы понять, что это за хлеб. Приходите, пробуйте. Отправляем наше тесто на брожение на 3 часа, в течение которых мы должны сделать 2 складывания через 30 минут каждое. Складывание делается для развития, опять же, клейковины, для выпускания ненужных газов. Хлеб любит, когда его мнут, когда выпускают эти газы. Он начинает активнее работать и меньше набирает кислоты. Поэтому здесь зависит от того, какой гидротации у вас хлеб. Вот у нас на данный момент всего лишь 70% гидротация. Бывает хлеб наподобие тартины, например. Там гидротация доходит, ну, у любителей, допустим, я люблю подлить водички. У меня может доходить до 90%. И тогда складывание приходится делать каждые 30 минут в течение всех 3 часов. Для того, чтобы развилась хорошая клейковина. И хлеб потом поднялся хорошо, имел хороший гребешок. Поэтому не ленитесь, делайте складывание обязательно. Если его не делать, клейковина не разовьется. И хлеб в итоге может у вас просто растечься по коврику. То есть, если, в принципе, это, конечно, форма, он может и выдержать. А если он у вас в подовом варианте, как у нас, он просто может растечься по коврику и будет просто лепешечка. Оно будет, конечно, вкусное, но это будет лепешечка. Не будет иметь никакого гребешка красивого. А гребешок для пекаря – это фирменный знак. Поэтому делайте складывание. Так выглядит наше тесто спустя 3 часа брожения в тепле при 23-24 градусах. Немного муки на стол. Сбрасываем тесто. И делаем формовку. Немного расплющиваем тесто-заготовку. Формовка называется пеленание. Уголочки заворачиваем. 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 Это необходимо делать для того, чтобы у вас был красивый разрез-гребешок. Берем корзину и отправляем вверх швом. Можно прикрыть пакетиком сверху. И отправляем на холодное брожение в холодильник на 12-18 часов. Наш хлеб прошел ночную ферментацию. 12 часов холодной ферментации. Он готов. Вот такая тестовая заготовка у нас получилась. Сбрасываем ее на коврик. Надрезаем лезвием. И отправляем в духовку. Итак, наш хлеб готов. Северный. Вот такой разрез получается. Проверяем. Готов. Для чего мы делали складывание? Для того, чтобы у нас было вот такое прекрасное раскрытие. Гребешок. И теперь мы его разрежем и попробуем. Хлеб, конечно, у нас еще теплый. До конца не остыл. Мягкая хрустящая корочка. Тоненькая. Пробуйте, пеките или приезжайте к нам в гости пробовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова